Для создания формы обратной связи нам необходимо, находясь в консоли редактирования, навести курсор мыши на вкладку WP-Form и выбрать новая форма, а затем в открывшейся панели настройки формы обратной связи вот в этой области ввести название формы. Например, главная форма. После чего навести курсор на область пустая форма и кликнуть по появившейся кнопке. Далее перед нами откроется панель настройки формы. Нам нужно создать форму из двух полей. Это имя и телефон. Оба поля будут обязательны к заполнению. Итак, поехали. Слева на панели выбора полей находим кнопку имя и кликаем по ней. В результате чего данное поле добавилось в форму. А затем для добавления поля телефон кликаем по кнопке строка текста. Теперь мы перейдем к настройке этих полей. Для редактирования первого поля имя кликаем по его названию в демонстрационном окне, расположенном справа. В появившейся панели из раскрывающегося списка формат я выбираю опцию просто. И в результате наше поле превратилось в одно единое целое. Они разбиты на несколько. То есть, теперь клиенту не надо вводить и фамилию, и имя, и отчество, а только имя. Далее нам нужно кликнуть по названию второго поля в демонстрационном окне. И в результате мы перейдем в панель настройки второго поля. В панели настроек в область названия мы вводим телефон, а также присваиваем данному полю признак обязательного к заполнению поля. Посредством установки галочки вот в этом чекбоксе. Теперь нам нужно перейти во вкладку настройки. Давайте все-таки изменим название формы на консультация. Для этого введем слово консультация вот в эту область. Далее в поле формы CSS класс кнопки отправки мы вводим класс фон нижнее подчеркивание баттон. Это необходимо для настройки дизайна кнопки. Но об этом мы поговорим на последнем уроке. Далее мы переходим в раздел уведомления. Здесь мы в поле отправить на email адрес можем настроить почтовый ящик, на который будут приходить письма с уведомлением о консультации. По умолчанию письма будут отправляться на ящик указанный при установке движка WordPress на вашем хостинге. Для изменения email просто введите его в вот эту область. Также можно изменить тему письма просто введя ее в вот эту область. Теперь переходим в раздел подтверждения, где вам нужно выбрать что будет происходить с клиентом после отправки его заявки на консультацию. Мы поставим переадресацию обратно на наш лендинг. Для этого мы просто из вот этого раскрывающегося списка выбираем перенаправлять. И в появившемся поле чуть ниже вставляем ссылку страницы, куда нам нужно будет перенаправлять клиента. Я вставлю адрес нашего лендинга. Настройка формы на этом закончена. Нам осталось лишь сохранить изменения и выйти из познайли настройки. Кстати говоря, если вы хотите более детально разобраться в создании форм, то под видео будет ссылка на мой урок, где я все подробно разбираю. А мы идем дальше. Теперь нам нужно создать страницу, на которой мы разместим форму. Для этого наводим курсор на ссылку добавить и выбираем страницу. В открывшейся панели вводим название страницы, затем устанавливаем курсор в поле ввода описания, то есть контента страницы. И на панели редактирования кликаем по кнопке добавить форму. В появившемся окне из раскрывающегося списка выбираем название формы, которую мы создали. Хотя она у нас единственная и по умолчанию будет выбрана. Затем устанавливаем галочку в чекбоксе показать название формы и кликаем по кнопке добавить форму. Как вы видите, на нашу страницу установился шорткод формы. Так что все идет по плану. Теперь мы сохраняем изменения и кликаем вот по этой ссылке для перехода на страницу. Итак, мы попали на страницу с нашей формой. Конечно же дизайн мы еще подредактируем и берем весь этот хлам справа. А пока давайте скопируем адрес из этой адресной строки браузера, а затем перейдем в панель настроить и повставляем ссылку переадресацию на форму везде, где это только надо. Итак, находясь во вкладке Time Option, мы переходим в раздел Header Setting и вставляем вот эту область скопированную ссылку. А затем возвращаемся во вкладку Time Option и переходим уже в Fleet Section Setting. В открывшейся панели вот эту область вставляем скопированную ссылку. Далее снова выходим во вкладку Time Option и переходим в раздел Footer Section Area и вставляем вот эту область скопированную ссылку. После чего мы сохраняем изменения и переходим в консоль редактирования, где установим кнопки ссылки на аккаунты в социальных сетях. Для создания социальных кнопок мы будем использовать ранее установленный плагин Ultimate Social Media Plus. Для перехода в панель его настройки нам нужно кликнуть вот по этой вкладке. Итак, мы попали в панель настройки социальных кнопок. Именно через эти раскрывающиеся списки мы и настроим наши кнопки. Итак, для начала мы перейдем в первый раскрывающийся список, кликнув вот по этому значку. Нам нужно удалить все стандартные иконки, поэтому мы снимаем галочки со всех чекбоксов, а затем в появившемся окне кликаем по кнопке деактивировать, а затем в следующем в появившемся окне кликаем также по нижней кнопке, после чего в следующем окне кликаем еще раз по нижней кнопке, а затем снимаем галочки со всех остальных чекбоксов. Теперь устанавливаем галочку в чекбоксе другое, затем в появившемся окне кликаем вот по этой кнопке, далее загружаем иконки жесткого диска, то есть с вашего компьютера. Кстати говоря, иконки, которые я буду использовать на примере этого сайта, вы также сможете найти по ссылке «Материалы сайта». Итак, если они у вас не загружены на сайт, то кликайте по кнопке «Выберите файлы» и загружайте их с жесткого диска. Но если же они уже имеются на вашем сайте, то переходите по ссылке «Библиотека файлов». Я кликну по кнопке «Выберите файлы». Итак, посмотрите, я загрузил иконки, теперь мне нужно привязать первую иконку ВКонтакте, поэтому я кликаю по ссылке «Показать», расположенной в области ВКонтакте. После чего в появившемся окне кликаем по кнопке «Вставить в запись». Далее снова возвращаемся в первый раскрывающийся список и добавляем иконку WhatsApp. Для этого устанавливаем галочку вот в этом чекбоксе и в появившемся окне кликаем по этой кнопке. А затем в открывшемся загрузчике приходим во вкладку «Библиотека файлов», так как все необходимые иконки у нас уже загружены на сайт. Итак, во вкладке «Библиотека файлов» кликаем по кнопке «Показать», расположенной в области иконки WhatsApp, а затем в появившейся области кликаем по кнопке «Вставить в запись», и наша иконка WhatsApp появится на панели настройок в качестве установленной. Теперь по этому же алгоритму установим последнюю иконку «Инстаграм». Пожалуйста, посмотрите, мы установили все необходимые иконки, вот так. Теперь мы сворачиваем первый раскрывающийся список и переходим во второй. В этой панели нам нужно ставить вот в эти области ссылки на наши аккаунты в социальных сетях. Я же в свою очередь в качестве примера ставлю ссылки на эти соцсети, вот так. После чего мы сворачиваем второй раскрывающийся список и переходим в третий. В появившейся области мы устанавливаем галочку в чекбоксе «Сделать плавающими», и ниже появившейся области мы устанавливаем радиокнопку в той опции отображения на экране социальных кнопок, которая устраивает нашим предпочтениям. То есть, например, я выберу «Отображать вверху справа», вот так. Теперь мы сворачиваем третий раскрывающийся список, спускаемся вниз панели и кликаем по кнопке «Сохранить все настройки». На этом создание социальных кнопок завершено. Если вы хотите более подробно разобраться во всех опциях настройки данного функционала, то под видео будет ссылка на мой урок, в котором я делаю подробный обзор на этот плагин. Далее, если вы перейдете на страницу сайта, то увидите, что все страницы, которые мы создавали, выгрузились в навигационное меню. Давайте самым срочным образом это исправим. Для этого, находясь в панели консолей, я навожу курсор мыши на вкладку «Внешний вид» и выбираю меню. В появившейся панели вот это поле. Мы вводим название нашего создаваемого навигационного меню. Я введу главное меню, а затем кликну по кнопке «Создать». Далее, мне нужно для того, чтобы созданное нами меню установилось в качестве основного навигационного, поставить галочку в вот этих чекбоксах, после чего кликнуть по кнопке «Сохранить» и наше пустое меню привяжется на сайт. То есть, по факту, меню отображаться не будет, так как у нас в рамках него не создан ни один пункт. И это нас полностью устраивает, так как я вовсе не собирался размещать данное меню. Сейчас поясню. Мы создаем одностраничный сайт. Да, конечно, для построения его структуры мы использовали несколько страниц, но по факту об этом знаете только вы. А для обычных пользователей это лендинг. И как следствие, у нас для видимости клиента предназначена всего лишь одна главная страница. Ну и страница с формой обратной связи, которая запускается при клике под специальным кнопком. Поэтому, так как у нас не будет дополнительных страниц, то размещать меню на лендинге нецелесообразно. Поэтому, собственно, я и оставлю его пустым. Если же вы с помощью этой темы создаете многостраничный сайт, у которого главная страница имеет дизайн лендинга. Кстати говоря, за такими сайтами будущее. И более подробно об этом вы можете узнать из моего видео. Какой сайт вам нужен в 2018 году? Ссылка на него в описании. Короче говоря, если вы создаете многостраничник и вам просто необходимо добавить в меню пункты, то слева на панели, вот здесь, вы устанавливаете галочки в чекбоксе тех страниц, которые вам необходимо добавить в качестве пунктов меню. А затем кликайте вот по этой кнопке. В результате чего ваши страницы добавятся в качестве пунктов меню. А затем с помощью обычных перемещений вы устанавливаете порядок их отображения. Кроме того, если вы сдвинете какой-то пункт вправо, то он будет по отношению к тому пункту, под которым сдвинут, дочерним. И отображаться только при наведении курсора мыши на пункт, под которым был сдвинут. Вот так. Но как я сказал ранее, мы не будем отображать меню навигации, так как создаем одностраничный сайт. Итак, давайте теперь перейдем на страницу и посмотрим, что же у нас получилось. Посмотрите, насколько круто это теперь сейчас все выглядит. Нам осталось лишь донастроить дизайн нашего сайта. Об этом и поговорим на следующем последнем уроке. Субтитры сделал DimaTorzok